Привет, друзья! Необычный формат. Наконец-то записываю блог. В блоге буду тренить. Сегодня у нас тренировка с доп-весами, тренировка толкающих. Будем делать как отдельные веса, качалочку, грубо говоря, так и стритлифтинг. Короче, сначала, всегда вне зависимости от того, делаю я толкающие или тянущие, всегда начинаю тренировку с разминки. Разминку показывать не будем, это долго, скучно, не нужно никому. А потом делаю обязательно без веса, тянущие и толкающие. Причем делаю и отжимания, и подтягивания, и брусья. Давайте по-быстрому сейчас это сделаем. Обязательно нужно прочувствовать максимально свои мышцы для того, чтобы вкатиться в работу и для того, чтобы уже тягать веса. Никогда не делайте сразу же веса, потому что окажетесь в больничке обязательно с разорванным сухожилием или с разорванной мышцей. Это вам не нужно абсолютно. Погнали к отжиманиям. Отжимания обычно делаю на полу, либо просто с гантельками. С гантельками вообще топовая тема для того, чтобы разогреться. Сейчас покажу. Вот у меня такие вот советские гантели. Цена 6 рублей. От отца достались. Топовая штука, разборная. Ни на что не променяю. Топовая штука, разборная. Сейчас сделаем брусья, потом второй кружок. Буду максимально подготовленным и начнем работу. Для разогрева всегда делаю в такую 3 четвертых амплитуды, для того чтобы максимально все мышцы прочувствовать, для того чтобы максимально кровь погонять и подготовиться, максимально хорошо подготовиться к работе. Орбит тут нам мешается по стандарту. Всегда, когда треню, вот это вот чучело за мной ходит и вот так вот мешается. Что-то мне тут доказать хочет. Ты чё, блин, а? Я главный пес, уйди! Короче, во время того, как передыхаете в силовой работе, обязательно ходите. Не садитесь, не передыхайте долго, не залипайте в телефон. Это всё не даёт вам нормально восстановиться и настроиться на следующий подход. Тут и физическая сторона, и ментальная сторона важна. Так, что у нас дальше? Два круга сделали. Теперь работа у нас. Будем делать брусья. Начинаю разминочный подход 24 килограмма. Потом делаю сразу рабочий подход 40 чего-то там килограмм. 42, 42 килограмма. И потом, опять снижая нагрузку, делаю либо без веса, либо с минимальным весом там 8 или 16 килограмм. Посмотрим, как пойдёт. Готов? Ты готов? Ты готов? Так, у нас работа. Работа с ракет. Работа силовая. На где-то 3-4 повторения. Посмотрим, как пойдёт. Не очень я себе эту удобную брусью сделал для работы с весами. Ага, 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 ага. Ну, неплохо. Немножко техника подпровалилась. Видели? Плечи немножечко вперёд заходят. Немножко нужно локтями немножко по-другому сработать. Сейчас будем пытаться делать это во втором-третьем подходе, рабочем. В принципе, на 4-х повторениях мы остаёмся. На третьем рабочем. Это будет, конечно, тяжело сделать, но поработаем. Сейчас будем добивать плечи. Использовать доп-вес. Очень люблю упражнения с гантелями. Потому что после такой базы, достаточно сложной и непривычной для меня с весами, делать отжимания в стойке, страусы и так далее с хорошей техникой будет проблематично. Поэтому веса, почему нет, люблю, умею, практикую. Погнали. Вот таким вот образом. Чуть-чуть с наклончиком назад. Фу. И фронтальный подъём перед собой. Фу. 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 заключение толкающих конечно же нужно поделать безумное будем отжиматься в стойке стандартный хват без перегрузки плеч распределим нагрузку на все мы будем делать на перекладине с нормальной амплитудой среднее количество раз там в районе 5 я думаю что будем делать троечку подходов да так друзья на сегодня все с толкающими на сегодня закончим завтра будет восстановительная тренировка после сегодняшней жести потому что я уверен мне будет тяжело завтра поплаваем надеюсь я тренировочку для вас сниму опять же напишите в комментах если вам это интересно потому что если нет то я не буду монтировать вы не представляете насколько много всякой шиняги нужно будет из этого видео вырезать до увидимся в следующем выпуске наверное следующий будет к нить обучающий ролик не пропустите его обязательно ставьте лайки комментируйте это очень важно для продвижения и увидимся в новом блоге также